Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Евгения Фахурдинова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Учение свет, особенно в темноте. Обзор ночи в музее от Москвы до Петербурга. Подробнее о Великом. В Калининграде открылась выставка «Петр I. Начало янтарного пути». Лучшие из лучших. В Артеке прошел финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». А теперь подробнее об этих и других новостях. В стране прошла «Ночь музеев» – международная культурно-образовательная акция, в ходе которой музеи и другие учреждения культуры работают до поздней ночи, чтобы удивить посетителей необычными программами и активностями. Только в Москве и Петербурге в акции участвовали более 200 музеев, многие из которых были открыты до 6 утра. Наши корреспонденты посетили самое интересное мероприятие на берегах Невы и Москвы-реки, чтобы поделиться впечатлениями с вами. Красные галстуки, торжественные речи и даже импровизированный костер. Так двор музея 20 века стал на один вечер настоящим пионерлагерем. В рамках «Ночи музеев» гостям было предложено разделиться на отряды, придумать название, девиз и посоревноваться в конкурсах, которые покажут, кто же такой настоящий пионер. Умеют дружить, умеют преодолевать препятствия. И поверьте мне, сегодня мы для вас тоже препятствия это все приготовили. Но организаторы, кажется, совершили невозможное, подарили взрослым самый настоящий билет в детство. Среди участников постарше улыбки до ушей, звонки, смех, словно и не было тех десятилетий, за которые они успели так вырасти. Хотелось вспомнить детство, пионерскую организацию, которая запомнилась на всю жизнь. Каждый из отрядов получил карту со станциями, испытаниями, которые знакомы каждому, кто хоть раз отправлялся на отдых в летний лагерь. Это какая-то вещь, которая объединяет не только детей, но и взрослых, потому что взрослые, которые прошли через это, они вспоминают свое детство. И это такой способ подружиться, найти общие увлечения, найти себе друзей. 22-й год очень важен в связи с появлением пионерского движения и появлением такой сильной детской организации, появляется и детская литература. Михаил Зощенко, Борис Житков, Евгений Шварц – писатели, книги которых знал каждый школьник тех лет. А ведь они были жильцами того самого писательского дома, внутри которого сегодня расположился литературный музей. Символичный подарок победившему отряду – книги школьных классиков для каждого новоиспеченного пионера. А сейчас давайте отправимся в Москву в Государственный музей имени Пушкина. Здесь была подготовлена расширенная экспозиция с интерактивным туром по ней. К тому же каждый смог насладиться концертом ансамбля «Арфарион» и выступлением молодых поэтов, которые прочли отрывки из классики Серебряного века. Центральный дом авиации и космонавтики организовал фестиваль «Гагарин. Космическая Одиссея», пригласив родителей с детьми приобщиться к романтике вечного стремления в небо. Здесь каждый смог почувствовать себя пилотом, конструктором и представить свои первые идеи и наработки. Музыкально-поэтический перформанс погрузил гостей дома музея Ермоловой в эстетику лирики античной поэтессы Сафо, чье творчество признано совершенным искусством. А теперь давайте снова перенесемся в Санкт-Петербург, в Музей советских игровых автоматов, стилизованный в эту ночь под летний парк культуры. У этой выставки своя юбилейная дата. В августе 1971 года в Московском парке Горького и Измайловском парке прошла первая в Союзе международная выставка аттракционов. Год назад музей планировал отметить этот 50-летний юбилей, но не вышло. Вмешались коронавирусные ограничения. Было принято решение перенести открытие на ночь музеев. Люди любят ностальгировать, потому что ностальгия, как правило, возвращает их в детство. А детство у всех самое, наверное, беззаботное и счастливое время. Что касается нашего музея, то вы удивитесь, наверное, но у нас самая большая категория посетителей – это люди от 18 до 24 лет, которые не застали Советский Союз. Поэтому я думаю, что к нам входит в первую очередь за эмоциями от игры, которым, собственно, покорны все возрасты. И неважно, застал ты вот эти автоматы в детстве или нет. Кроме того, в музее были открытые зоны для любителей размеренного отдыха, зал с настольными играми, архивные материалы о появлении первых игровых автоматов и даже своеобразный кружок рисования. Акварель, кисточки и пока бесцветная фигурка олимпийского мишки. Сейчас так все цифровизировано, что на самом деле интересно просто простые вещи поделать. Вот, у нас еще и значок, видите, раскрашиваем. 15-копеечная монетка, и ты уже запускаешь целый мир, о котором мечтал каждый советский подросток. И при виде каждого из этих состоятельных взрослых невольно ловишь себя на мысли, а не дети ли пред тобой. Кирилл Ислентев, Анна Логвинова, Валерия Бурдыгина. Специально для Русского мира. Чтобы открыть для себя новые подробности жизни Петра Великого и увидеть бесценные экспонаты, теперь не нужно далеко уезжать. Полноценная музейная выставка приедет прямо в ваш город. Подробности в следующем репортаже из самого янтарного города России. В Калининградской области была представлена выставка «Петр Первый. Начало янтарного пути», которая откроет целый цикл передвижных экспозиций, посвященных первому русскому императору. Автором и идейным вдохновителем выступил музей-заповедник «Царское село». В преддверии первого выставочного дня организаторы дали пресс-конференцию, где рассказали о представленной экспозиции и масштабности всего проекта. Этот год был объявлен годом Петра Первого. И наш музей не мог пройти мимо этой потрясающей даты, 350 лет со дня его рождения. Собственно, всем понятно, какую роль сыграл этот император вообще в истории России, да и мира. Идея сделать цикл таких передвижных выставок, принадлежит Елене Яковлевне Кальницкой. Именно она сейчас возглавляет ассамблею Петровских музеев, поэтому от нее поступило вот такое предложение, а Министерство культуры предоставило возможность финансовую. Стать первооткрывателем выставочного цикла было доверено Музею Мирового океана. Ведь именно в Кёнигсберге во время своего великого посольства будущий император под именем урядника Петра Михайлова учился артиллерийскому делу. Ну, когда группы уже приезжают сюда и покупают экскурсии, выбор часто делается по Петровской теме, потому что, во-первых, для многих удивление, что Петр Первый как-то связан с Калининградской областью. Многократно. Да, многократно. То есть люди об этом никогда не задумывались, особенно из других регионов России. Во-вторых, как я еще раз повторю, экскурсия про Петра Первого и про Великое посольство это нескучная академическая экскурсия. Это на самом деле очень интересный рассказ. Экспозиция сфокусирована на связи между личностью великого императора и историей северо-западной части нашей страны. Ведь именно с путешествием молодого царя в Пруссию зародился интерес к главному сокровищу Балтийского побережья – янтарю. Это и передача в Россию первых янтарных панно, и драматичная судьба янтарной комнаты. Ее уникальная виртуальная версия также представлена в рамках выставки. Но не стоит забывать и о местной янтарной гостиной, экспонаты которой знакомят в том числе и с изделиями царско-сельской янтарной мастерской из фондов Музея Мирового океана. Ну, конечно же, море рядом. Вот можно взглянуть в окно и увидеть море, берег моря. Конечно же, янтарь – это то, что связано с нашим регионом. И поэтому вот эта выставка абсолютно в том месте, где она должна быть. Прекрасный зал. Мы очень любим этот зал, потому что этот зал всегда приносит удачу музею. Очень много выставок и работ подлинных после больших выставок были переданы в фонды музея художниками, замечательными мастерами. Продлится выставка до 19 июня. Следующие остановки запланированы в Воронеже и Пскове. Завершится работа всего цикла, пусть и не в родной гавани Санкт-Петербурга, но в не менее живописной местности древнего города Выборга, который находится в Ленинградской области. А петербуржцев организаторы приглашают на постоянную экспозицию музея-заповедника «Царское село», где янтарную комнату в воссозданном виде можно увидеть уже вживую. Кирилл Ислентьев, Полина Ислентьева. Специально для «Русского мира». В легендарном лагере «Артек» прошел всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика». Всего в состязании приняли участие более миллиона школьников из всех регионов страны. 15 финалистов прочли отрывки из любимой прозы перед звездным жюри и трехтысячной аудиторией сверстников. Подробнее расскажем далее. Ребята прошли долгий путь от соревнований на уровне класса, школы, района и региона. Лучшие из лучших получили возможность отправиться на заключительный этап «Вартек». Испытывала положительные эмоции. Я очень радовалась. Более того, мне было очень приятно рассказать зрителям, точнее попытаться показать им, наверное, свою точку зрения, свое мировоззрение, как раз таки опираясь на произведение, которое я выбрала. Конечно, когда ты приезжаешь в «Артек», когда ты пытаешься пройти отборочный этап, ты осознаешь то, что очень много талантливых детей с прекрасными отрывками. Возникает дух конкуренции, но положительных эмоций от этого меньше не становится. Победить волнение и повысить уровень ораторского мастерства им помогли преподаватели Щукинского училища, которые всю смену проводили занятия и мастер-классы. Для нас очень важен свободный выбор произведений, чтобы подросток сам читал то, что он хочет. Дать им возможность высказаться через художественное произведение, прочитать те книги, которые близки им по проблематике, которые книги, которые про них. «Живая классика» проходит уже в 11-й раз, объединяя более миллиона участников из 80 стран мира. В этом году у конкурса появились новые партнеры и номинации. В том числе победители получат возможность записать аудиоверсии книг для различных приложений. Язык, книги, культура, жизнь, любовь. Эти слова, как выявило лингвистическое исследование, чаще всех остальных употреблял в своих работах академик Виталий Костомаров, знаменитый исследователь русского языка как иностранного, многолетний друг русского мира. Второй форум его имени открылся в День славянской письменности и культуры в Государственном институте русского языка имени Пушкина. Ученые обсуждали актуальные проблемы русского языка. Речь шла о вопросах детского и подросткового чтения, изучения русского как иностранного и о его популяризации в мире, а также о глобальных целях форума. И вот главная идея Виталия Григорьевича Костомарова была идея языка. Язык представляет собой безмерное, едва пределы имеющие море, как писал Ломоносов, Виталий Григорьевич очень любил эту цитату. И мы должны все виды слова, словесности, в которых мы живем, уметь оптимально организовать и творчески построить нашу жизнь для того, чтобы мы были объединены и любовью к нашему языку, и единомыслием, и чтобы каждая личность сумела проявить себя мысленно и языково. Одним из самых ярких событий Костомаровского форума стала презентация индекса положения русского языка в мире. Следуя этим данным, русский занимает пятое место в перечне 12 ведущих языков мира. По количеству говорящих он сейчас на восьмом месте. Русский использует 258 миллионов человек. И что важно сегодня, Великий и Могучий является официальным и рабочим в 15 из 23 международных организаций. На мероприятии присутствовали не только известные филологи и лингвисты, но и совсем юные студенты, которые ловили каждое слово. О возможностях, которые может дать форум молодым специалистам, поинтересовались у первокурсников. Много секций по разным интересам. Есть по лингвистике, по детской литературе, по методике преподавания РКИ. И так что каждый найдет какую-либо тему, которую можно обсудить с друзьями, и просто послушать, и может быть набрать материал для будущих статей и научной деятельности. К форуму проявили интерес 10 тысяч человек из 93 стран мира. Прямо на открытии был дан старт отбора новой команды послов русского языка, студентов и аспирантов-волонтеров, готовых отправиться в самые отдаленные места, чтобы рассказывать школьникам разных стран о русской культуре и русском языке. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходит интересное мероприятие, связанное с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания!